Друзья, всем привет! Сегодня покажу как делал псевдоколонны для кухни-гостиной, тем самым классически завершая портал между этими помещениями. Многие спрашивали и думали, что эти заготовки являются щитом для верстака, но на самом деле это покупной планкин из массива сосны, который сразу после покупки я стянул струбцинами в избежании кручения. Из хвойных запасов у меня одни обрезки, так как в сосне практически нет нужды, оттого для этих колонн купил строго определенное количество планкина, который по размерам и влажности подходил максимально хорошо. Единственное, как и положено, материал имел радиусное скругление по всем ребрам, оттого помимо восстановления базовых заготовок надо было сострогать этот радиус. Понадобилось буквально по паре прогонов на строгальных станках, чтобы вернуть заготовкам прямоугольный профиль, из которого надо было склеить щиты, дабы иметь возможность получить сечение колонн 160 на 160 миллиметров, что соответствует ширине псевдобалок на потолке. Несмотря на то, что колонн всего 4, щитов потребовалось немало, оттого для экономии времени запрессовки я решил усиливать щиты шкантами, заодно раз и навсегда предостеречь колонны от растрескивания. Для этого к сборочному столу пристрелил упор, по которому и производил присадку под шканты через каждые 200 миллиметров. Разумеется, по одному шканту в парное отверстие. В момент запрессовки очень важно позаботиться подкладки между щитом и губками струбцин, особенно учитывая малую толщину и мягкость нашей сосны. Несмотря на то, что шканты не особо дают выгнуться щиту, прохожусь струбцинами с обратной стороны тоже. Таким образом, запрессовка происходит очень быстро и имеется возможность сразу переходить к следующему щиту, освободив эти же самые струбцины. Спустя сутки срезаю выступивший клей с одной стороны и прогоняю на рейсмусе, возвращая идеальную плоскость. Подрезаю торец шипов, чтобы удобнее было собирать колонны и перехожу к настройке фрезерного стола. Соединение щитов в колонны решил делать без какого-либо крепежа посредством вот такой фрезы для углового сращивания, которую припас для кухонных ящиков. Фреза без подшипника, поэтому устанавливаю на стол параллельный упор и подключаю аспирацию, так как длина фрезерования аж полтора метра и ничто не должно помешать в создании четкого паза, чтобы соединение получилось правильным по всей длине. Соответственно, для углового сращивания в каждый из колонн пара щитов прогоняется плашмя, а другая пара ребром. Для подачи заготовок по пласти достаточно использовать прижимной толкатель, чтобы заготовка четко двигалась по параллельному упору, ну а для фрезерования ребра в ход идут прижимные гребенки. Такая фреза позволяет сращивать заготовки толщиной от девяти с половиной миллиметров до девятнадцати без потерь ширины заготовок, так как сращивание происходит фактически на ус. Но помимо углового сращивания детали можно также в длину либо в ширину. Честно говоря, я думал, что намучаюсь с переклейкой таких длинных деталей, имеющих подобное соединение, но собирается все довольно просто и точно. Две из четырех колонн у меня имеют вид полуколонн, повторяющих периметр потолочных псевдобалок, а две полноценные с квадратным сечением. Соответственно, переклейка тут происходит по классике методом запрессовки струбцинами. Тут конечно времени на фиксацию нужно чуть побольше, чем при соединении на шканты, поэтому клею сразу по две балки и только переходя к третьей освобождаю первую. Контролировать прямой угол тут ни к чему, так как в фрезане дешевая торцовка и угол держит постоянно. После затвердевания клея я решил снять фаски 45-градусной фрезой, чтобы усилить эффект бруса и избавиться от малейших погрешностей заусовки. Таким образом, если бы не переклеенные из двух частей стороны бруса, можно подумать, что все это цельный брус, так как следов соединения практически не найти. После всех манипуляций с профилем псевдоколон переходим к форматированию онданных в размер по длине, для чего с помощью торцовочной каретки методом осевого переворота отпиливаю все лишнее. Далее перехожу к баршировке, поддерживая единую концепцию портала с потолком гостиной. Единственное, рустик тут я уже делать не стал и ограничился только полимер-абразивной щеткой, которая убирает мягкие волокна и одновременно шлифует поверхность. Осборновские щетки невероятно выносливые при соблюдении всего лишь нужной скорости обработки. На весь мой потолок ушла всего одна неполная щетка, и это при том, что я работал на максимально допустимых оборотах, а соединение в псевдобалках было на шпильках, которые также подбивали щетку. Далее перехожу к нарезанию профиля для карниза колонн, и тут безо всяких изысков. Простой плинтус, чтобы не вбываться из стиля. С карнизами надо будет поиграться с кухонными навесами и главным стеллажом гостиной. Но даже в простом треугольном профиле всегда можно добавить эстетики, срезав вершины с его основания. Хорошо, что остались обрезки колонн, на которых очень удобно примерять заусовку. Элементы карнизов необходимо было склеить заранее, чтобы сделать брошировку и не плясать под потолком, но в первую очередь для того, чтобы они с натягом двигались по колоннам для обеспечения доступа к креплению. Для этого, чтобы не заморачиваться струбцинами, которые при таком профиле особо-то и не используешь, я склеил элементы карнизов напор и прострелил шпильками. После склейки уже цельные детали брошируются гораздо эффективнее и удерживать их не составляет никакого труда. Оставалось сделать монтажные элементы, за которые колонны будут держаться на своих местах. Для этого использовал несколько обрезков пятнадцатой фанеры, в которой заранее просверлил отверстие под саморезы. Покрывал колонны все тем же грунтовочным маслом цвета темный дуб, который был использован для потолочных балок. Это последняя четвертая банка, в которой как раз осталась на отделку оставшихся потолочных светильников. Практически сразу после покрытия последней стороны колонны можно переходить к удалению излишков с первой стороны. Темное грунтовочное масло и так неплохо подчеркивает текстуру сосны, но с брошировкой это просто суперэффективно. И тут уже точно кажется, что это цельный брус. Последней задачей было создание карманов для установки колонны. монтажные элементы. Для этого на одной из сторон я выпилил сквозной паз, чтобы колонну можно было надвинуть на фанерное основание и закрыть карнизом, для чего я и делал их цельными и подвижными. Карниз с хорошим запасом перекрывает этот пропил, так что эстетика не нарушена. Для монтажа потребовалось отбить лазером центральную ось всего портала и, совместив центры монтажных фанерных элементов с этой осью, прикрутить их к бетонным балкам. Нагрузки тут никакой нет, поэтому достаточно 6-мм дюбелей и 45-х саморезов. Соответственно, после установки колонн все это дело было простреляно шпильками в эти самые фанерные элементы и закрыты карнизами, которые пока пристреливать не стал. Ходят они с хорошим натягом, но если что-то рассохнется, то всегда можно зафиксировать. Это касается квадратных колонн, но на полуколоннах же карнизы были посажены на шпильке. В итоге мне показалось, что чего-то тут не хватает и я решил, что пора начинать разбавлять все это дело зеленью и, просверлив в колоннах отверстие под шест, подвесил между ними кашпо с комнатными растениями. Ну и последним штрихом оставалось зафиксировать фальшколонны снизу, для чего заранее подготовил штабики из термодуба с обратной заусовкой и пристрелил их шпильками прямо к столешницам. Так было проще обматывать джутовым канатом, которым также решил украсить основание колонн. И надо сказать, что этот простой доступный материал очень украшает подобный стиль. Такие вот получились колонны, которые являются связующим элементом интерьера между полом и потолком. На сегодня у меня все, спасибо за внимание, друзья, и всем удачи!